Всем привет, с вами в ближайшие несколько минут буду я, Александр Полянцев, и это 25 выпуск Секретов и Танго Таснандреас. Этот выпуск не имеет конкретной тематики, сюда войдут некоторые секреты, которые не вошли в предыдущий выпуск. Так как, во-первых, я их просто-напросто забыл показать, или же не знал о существовании ранее, и во-вторых, некоторые секреты не подходили ни к одной из тем прошлых выпусков, то есть они без каких-либо категорий, сами по себе так сказать. Чтобы уже закончить тему прошлых выпусков, начнем сначала с дополнений. В 13 выпуске речь шла о альфа-бета в версиях игры. В месте и воссоединении семей, в моменте, когда винт вертолета развязать полицейского, можно заметить, что части тела здесь от совершенно не этого человека. А в просмотре задания в школе пилота, где надо совершить прыжок с парашютом, показан парашют старой версии, а в самом задании выдается парашют стандартного вида. Также дополню выпуск про уникальные номера машины. Итак, что же касается того, что к прошлым темам не имело отношения. Многим известно такое явление, как избиение людей полицейскими. Это происходит на подземной стоянке полицейского участка Лос-Антеса. А теперь я хочу обратить ваше внимание на пару моментов, о которых вы не узнаете ни на каком другом интернет-источнике. В Восточном Лос-Антесе на стене одного заведения есть надпись SFR1, что по-видимому является аббревиатурой банды Сан-Фигера Рифа. Во-первых, потому что эта аббревиатура подходит под название банда, а во-вторых, в файлах игры содержится граффити этой группировки, но разработчики все же обделили рифов и тегов у них нет. Если размышлять о том, как, почему и когда рифы появились в Лос-Антесе, вспоминается только то, что недалеко от этого места есть особняк Биг Смоука, а в последней миссии мы встречаем там представителей этой банды. Еще одно такое место есть на территории банды Варио Лос-Ацтекас. Кстати, эти две латиноамериканские банды считают враждующими, так что здесь есть над чем подумать. Еще один похожий, но не менее интересный момент, который вы узнаете только здесь и только сейчас. На юго-востоке Лос-Антесе стоит здание, на стене которого роспись одной из группировок балосов, фронт Яббалос, а также перечеркнутая надпись Балос 187 кило. Точно такая же надпись появляется ночью на кладбище Лос-Антеса. Можно подумать, что разработчики ошиблись городом, но стоит отметить, что похожих надписей, то есть мелких, немного размазанных и бандитских, нигде больше нет, и это здание просто не вписалось бы в Лос-Антесе. А на стадионе Сан-Фьерро есть надписи со шрифтом, очень напоминающим шрифт логотипа GTA. Этот выпуск последний в проекте «Секреты и тайны GTA San Andreas», но это, конечно, не значит, что в игре больше нет ничего интересного. Безусловно, надо понимать, что большинство секретов игры уже известно, но новые пасхалки, баги, приколы находят до сих пор. И не спешите прерывать подписку, ведь помимо этого проекта будут и другие работы, любительские ролики, прохождение миссий, секреты немного другой области и прочее. Эти 25 видеовыпусков – это более 300 больших и маленьких секретов, тайн, пасхалок, багов игры. Это более 100 минут интересной и полезной информации. Говоря о секретах, я просто не могу пройти мимо одной темы – это мифы. Некоторые игроки верят существование в игре НЛО, снежного человека, маньяка-убийца, призраков, зомби и так далее и тому подобное, и я прекрасно понимаю, что людям хочется верить в эти нелепые, но интересные сказки. И искать что-то сверхъестественное в игре. Давайте посмотрим на вещи реальные. Игре уже более 7 лет, и за это время никто не смог предъявить реальных доказательств в подтверждении этих мифов. А все, что предоставлялось, оказалось подделками, модификациями и непонятыми багами. Файлы игры уже были тысячи раз перерыты. И никем не было найдено модели, текстур каких-то существ и прочего. Возникает вопрос – почему на некоторые явления разработчиками были даны намеки, впоследствии чего игроки начинают строить планы, искать и верить во что-то? Возможно, именно потому, что создатели игры понимали, какая трудная масштабная работа их ждет впереди. Речь идет о следующей части GTA. В связи с этим были созданы намеки, но не было создано конкретных секретов и явлений. Но оказалось так, что игроки на придумывали еще больше, чем ожидали разработчики. И игра заросла мистикой, которой вовсе нет. До встречи в других видео. Играйте, ищите и помните. Каждый заход в GTA San Andreas – это новое открытие.